Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Визит года в Саратовскую область посетил президент Владимир Путин. Главе государства показали новый аэропорт Гагавин. Медики прогнозируют вторую волну геморрагической лихорадки. Разруха Кировского проспекта как реконструкция главной пешеходной зоны обернулась кошмаром для жителей и гостей Саратова. Главным событием недели без сомнения стал визит в Саратовскую область президента России Владимира Путина. Глава государства в четвертый раз посетил наш регион. Первый приезд состоялся 20 лет назад. Тогда Владимир Путин в должности директора ФСБ и секретаря Совбеза приехал на первую международную антинаркотическую конференцию, которая проходила в Саратове. На театральной площади вместе с губернатором Дмитрием Аяцковым будущий президент сожгли чучело, которое символизировали смерть от наркотиков. На конференции в Саратове прозвучала идея создания отдельной структуры, которая впоследствии материализовалась в появлении ФСКН. Второй визит в Саратов Владимир Путин совершил уже в роли главы государства в сентябре 2004. Он провел в регионе выездное заседание президиума госсовета по проблемам использования современных технологий в сельском хозяйстве. Третий приезд в наш город состоялся в 2012 году. Будучи главой правительства и избранным президентом, 5 и 6 апреля он встретился с военнослужащими и провел совещание о решении жилищных проблем офицеров в Энгельсе, посетил новое здание Саратовского ТЮЗа, а также обсудил в Радищевском музее перспективы российского музейного дела. Нынешний визит был краткосрочным. На пути из Жуковского, где проходят традиционный авиасалон МАКС, в Казань, глава государства заглянул в наш регион посмотреть на недавно открывшийся аэропорт Гагарин. Тем более, что к его появлению президент Владимир Путин имеет непосредственное отношение, о чем вспомнил во время получасовой экскурсии по воздушной гавани. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я помню очень хорошо, это 2019 год. Обращение губернатора и своему министру транспорта, прошу рассмотреть и поддержать. Очень приятно, что эта поддержка закончилась таким хорошим результатом. Я хочу всех поздравить, желаю успех. У нас на шестиветку запланировано примерно привезти хорошее нормативное международное состояние 60-го готовых систем. Но этот аэропорт не имеет особое место, я имею в виду, что он построен в чистом поле. Это как сейчас было. Потому что он как лапа просует, он был меньше полумиллиона, поскольку теперь он присутствует. Он даже проникал, и даже вторую очередь построил. Он получает подарок замечательный и городу, и авиационной системе в стране. Спасибо вам большое. Вам спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей. Да, и очень хорошее сочетание частных инвестиций. Над Саратовской областью нависла угроза новой вспышки мышиной лихорадки. Официальные цифры неутешительны. С мая диагноз ГЛПС подтвержден у более чем полутора тысяч жителей региона. Это все еще меньше, чем во время эпидемии второй половины 80-х, но все равно ситуация тревожная. Сейчас в группе риска окажутся грибники и охотники. Что у вас за грибы сейчас у вас? Расскажите. Ничего я вам не скажу. Идите другим. Стихийный рынок на третьей дачной. У кого урожай с огорода, а у кого из леса. Да вот только те самые, другие, за грибами в наши места не ходят, а думают о прибытке. Хотя жизнь висит на нитке. Здрасте. Здрасте. Вы грибы снимаем или пока? 120. А что за грибы? Рыжик. А где собирали? В базарном побывании. Лопатина, знаете? Нет, какой? Это Пензенский. Пензенский? У вас там с лихорадкой машины как? О, там нету лихорадки. Не боитесь ходить? Нету, нет. Сначала за путевкой, а потом и по лесам и рекам Саратовской области ринулись охотники. Как говорят в профильном комитете, весть из полей обушующей. Мышины и лихорадки не отбили охоту у любителей осенней дичи. У нас сезон открылся, получается, в эту субботу, 24 августа. Разрешение мы начали выдавать за две недели. С 12 августа приступили к выдаче. Ну, традиционно такой сезон, летний осень, он затяжной. То есть основной массой охотников, как правило, как традиционная зайча, либо весенняя охота, столько людей нет. То есть он у нас в основной массе тоже будет получать разрешение. Сейчас получаем в день по 50, по 100 разрешений. То есть сентябрь месяц будут получать, потому что кто-то любит в основном осень охотиться на утку. Но до открытия, до момента открытия, выдано уже было в районе 4 тысяч разрешений. И сезон он в основном в большей степени связан именно с охотой на водоплавающую дичь. Именно охота на воде. Будем так говорить. Это не риса. Именно не риса, да. Любителей шумной и бесшумной охоты в Роспотребнадзоре считают потенциальными жертвами геморрагической лихорадки. Как говорят специалисты ведомства, по Волжье всегда дает 95-97% заболеваемости по России. И сейчас готовятся к осеннему всплеску. По Волжскому региону прогнозируется достаточно напряженная ситуация по геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Не исключение Саратовская область. Кто хотя бы один раз собирал грибы, понимает, что поиск грибов связан с поиском их на земле. А это значит определенная возгонка пыли, которая может быть, может сформироваться аэрозоль, который в том числе может быть контоминирован вирусом ГЛПС. Конечно, для грибников определенный риск существует. Охотники. Это, как правило же, они охотятся все-таки в таких местах, которые достаточно заросшие, необрабатываемые, не в лесопарковом состоянии они стреляют в дичь. Тем временем, еще до начала повторной осенней вспышки лихорадки, Саратов до сих пор продолжает трясти от весеннелетнего обострения. На сегодняшний день в стационарах в Саратовской области с подозрением на ГЛПС находится 161 человек. Всего с мая лабораторно-потребненных случаев ГЛПС 1511 случаи. Стоит подчеркнуть, что с мая госпитализация пациентов в стационарах снизилась в три раза. Вся медицинская помощь пациентам в стационарах оказывается в полном объеме. По нашим данным, именно в Саратове на больничной койке чаще всего оказывались жители улицы Лесная Республика. Это довольно плотно застроенная территория. Прямо от леса вереница таунхаусов переходит в многоэтажки. Как говорят эксперты, для распространения лихорадки нужно большое количество мышей, а их количество определяет корм и определенные удобства, коих на Лесной Республике достаточно. Наверху, там вот говорят, где ближе к лесу, там у нас такого нет здесь вот внизу. Рост заболеваемости лихорадкой повысил интерес со стороны Следственного комитета. Бесконтрольное размножение переносчиков возбудителя лихорадки привело к возбуждению уголовного дела. По итогам проведенной доследственной проверки воспроизведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая ответственность за халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан. По версии следствия, в период времени с 2018 года по июль 2019 года должностные лица из числа сотрудников исполнителей власти Саратовской области и органов местного самоправления города Саратова, на которых возложена обязанность по организации и проведению диротизационных мероприятий, направленных на профилактику геморрагической лихорадки с почечным синдромом, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что повлекло заболеваемость значительного числа жителей города Саратова и Саратовской области геморрагической лихорадкой, а также смерть человека. В начале лета помощь по борьбе с мышиной лихорадкой Саратову оказывал федеральный центр. В регион командировали заведующего лабораторией проблем диротизации НИИ дезинфектологии Сергея Рябова. Местный след в этой инициативе не прослеживается. Направление специалист получил непосредственно от главы федерального Роспотребнадзора Анны Поповой. Ну, так как я там месяц сидел, а мне уже, в принципе, я в возрасте, да, поэтому, скорее всего, меня повторно решили не посылать, может быть. И обратились в студию эпидемиологии в Нижний Новгород. Я знаю, что они работали. Вот там они тоже специалисты хорошие, поэтому так что... обстановка была сложная, то есть неограниченно размножаются до какого-то предела. И когда исчерпываются ресурсы природы, они начинают погибать. Ну, есть инфекции, от которых грызуны погибают сами. Понимаете? А есть инфекции вот такие, как ГУПС, когда они являются хроническими. У них течет это в хронической форме. Они болеют там, но не погибают. Как говорят в местном Роспотребнадзоре, региональная и муниципальная власть не выполнила комплекс мероприятий в соответствии с постановлением правительства. Обязанность исполнять вот эти мероприятия, она определена не только санитарными правилами по ГУПС, она еще определена комплексным планом мероприятий, который разработан в Саратовской области и входит составной частью в постановление правительства Саратовской области о мерах по обеспечению основных и благополучия на 2016-2020 годы. Ну, наверное, не могу я комментировать действия следственных органов и определять степень уноски того или иного. Сказать, что органы местного самоуправления не делают ничего, я тоже не могу. Естественно, что во время подъема такого заболеваемости просто нужен этот объем мероприятий пересмотреть оперативно. В свою очередь в мэрии лишь констатирует факт разработки плана проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению заболеваний геморрагической лихорадкой. Весной этого года на эти цели было выделено 500 тысяч рублей, то есть по 100 тысяч на каждый район города. И этот план вроде бы выполнен, но в итоге мы имеем полторы тысячи заболевших по области, возбуждение уголовного дела, но пока без названных фигурантов, и торговцев грибами на рынке с философским подходом к опасной болезни. Голод и войну пережили, а мышиную лихорадку тем более переживем. На проспекте Кирова продолжаются работы по реконструкции главной пешеходной зоны Саратова. Они обернулись настоящим кошмаром для тех, кто живет на Саратовском Арбате. Серьезный финансовый удар нанесен по предпринимателям, работающим на проспекте. Бизнес теряет клиентов, как следствие, и деньги. Власти обещают, что все работы завершатся к 15 октября, но, судя по темпам реконструкции, эти сроки вполне могут быть сдвинуты. Дело, труба, а еще плитка, фасада, освещение и озеленение. Одним словом, реконструкция главной городской улицы началась. С одной стороны, шумно и грандиозно. А с другой, не совсем подготовленно, продуманно и даже безопасно. Вопросы городским чиновникам от членов общественной палаты и представителей бизнеса посыпались с первых шагов делового променада. Сейчас, когда получилось так, что одновременно работают люди по кабелю, по СПГС и других компаниям, работают одновременно с водоканалом, работают по другим вещам, люди одни снимают плитку, другие там начинают делать подготовку. Получается множество подрядчиков на одном и том же объекте. Из-за этой скучности мы получаем ситуацию, которая сейчас есть между Горького и Радищева на проспекте Кирова, которая фактически сейчас закрылась. Именно потому, что часть подрядчиков не закончили свою работу. Трубы длинные и короткие, узкие и широкие выглядывают из ям на всем протяжении проспекта. Полная замена системы водоснабжения, рассказал нам заместитель председателя Городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов. Оказалось внеплановой частью реконструкции. Копнули, ужаснулись и уговорили концессию водоснабжения в срочном порядке провести работы. КВС в рамках своей программы пошла на уступки городу. У них не было в инвестиционной программе этого участка. Глава города уговорил лично КВС, чтобы они поменяли на этом участке трубы. Поэтому говорить о каких-то сроках подрядчика и все остальное, ну, немножко некорректно. О том, что коммунальные работы на проспекте – дело нешуточное, нам подтвердили и в концессии водоснабжения. Трубы полувековой давности – 84 врезки на трех кварталах, несоответствие схемы реальному расположению коммуникаций, по мнению замдиректора концессии водоснабжения Михаила Сычева, заставляют иногда принимать решение, что называется, на коленке, и нарушать график работы. Сначала нам привезли первую партию, как говорится, труб. Наш технодзор сразу обследовал, подходит ли она по техническим характеристикам. Подходит ли она по техническим характеристикам? Подходит ли она? Она не подошла. Да, мы сразу, соответственно, приняли решение ее заменить, потому что, ну, лучше сделать один раз качественной, чем потом, соответственно, переделывать. Новую трубу мы используем полимерную. Она достаточно имеет хорошие пропускные способности. Более того, гарантийный срок службы приблизительно 50 лет составит. То есть, ну, фактически, 50 лет никаких скрешных работ там мы планируем что-нибудь. Плиточный вопрос вызвал горячие споры у участников рейда. Так, саратовский предприниматель Андрей Табаяков посетовал на варварский способ демонтажа покрытия, вызвав ответную дискуссию у собравшихся. Это государственная плитка, как говорят. И говорят, что якобы ее потом будут использовать. Вот мы сейчас посмотрим, это явно не будет использоваться. Это выкидывается, как мусор. Это неправильно. Второе. Если я не ошибаюсь, это должно было пропиливаться. Потому что, ну, посмотрите, это как бы, это называется правило производства работы. По-моему, их просто не существует. Вчера здесь вот на Горького и Кирова снимали экскаватором вот весь перекресток. Вот, поэтому там ничего из этой плитки не сохранится, очевидно. И бульдозером тоже снимали. Зачем это таким способом делать? Надо объявить тогда, есть у нас волонтеры в городе, есть делать другие методы, сказать, ребята, вот у вас три дня, вот палеты, да, раскладывайте, увозите. Вручную ее сложно поднять. Поэтому бульдозером поднимают, есть потери, а не будут потери. Вы говорите, давайте попробуем. Давайте мы отдадим квартал. Сколько надо дней на квартал вам? Вы только сейчас говорили, что мы заберем за три дня волонтерами. Давайте попробуем. Что касается новой плитки, укладка стартует 8 сентября. Чиновники заверили, что учли все промахи Волжской, и покрытие будет массивным и прочным. А где же люди, спросите вы? Люди! Люди осваивают новые строительные декорации на проспекте. Вот так можно посидеть на импровизированной бетонной лавочке или назначить свидание у плиточной свалки. А еще принять участие в боях за право прогуляться по запрещенной для прохода части от Горького до Радищева. Занятие небезопасное. Но у нас, как водится, пока петух не клюнет. Вы откуда еще идете, скажите? Да вот с поликлиники. Вот сейчас он у меня улетит куда-нибудь здесь, и все на этом. Закончится наш поход. В этом самом месте возникает принципиальный вопрос. Стоило ли полностью закрывать целый квартал проспекта, если люди зачастую с детьми хаотично курсируют под носом у работающей техники. К тому же закрытые магазины и кафе – это не только убытки для бизнеса, но еще и простое и неоплаченное отпуска у обслуживающего персонала. Мы работники кофейни. Ждем, может быть, кто-нибудь зайдет. Сегодня мужчина был с дочкой. Плохо то, что нет работы, и, может быть, на самом деле было бы удобно, если бы сначала одну половину сделали, а потом другую. Наверное, потом будет хорошо. Вопрос, что делать сейчас. Мы никакого ответа не получили. Это плохо. Мы налоги платим. Мы продолжаем платить налоги. Я надеюсь, что это будет сделано хорошо, и для города будет хорошо, и красиво здесь будет. Другое дело, как это делается. Мне кажется, это чуть-чуть не по-хозяйски. Справедливости ради скажем, что бизнес был предупрежден о возможном закрытии предприятий на время реконструкции. Но никаких преференций в виде уступок по налогам предприниматели от администрации не получили. По мнению депутата городской думы Олега Комарова, с подобными ситуациями можно и нужно бороться, причем вполне законными способами. По третьей дачной, в соответствии с федеральным законом, была апелляция, теперь мы должны к Кассацию подать. В законе так написано, это Казань, и мы подали к Эстону жалобу. Мы считаем, что незаконно действует администрация города Саратова, лице Исаева, и они уничтожают предпринимательство, просто как класс. Теперь, что касается проспекта. У нас, когда чиновники города Саратова, поручи им какое-то дело, они все время это дело делают так, что страдают жители города Саратова. Это стиль чиновников города Саратова, понимаете? Вранье и болтовня. Дорога осилит идущий. Я и дальше буду так же поступать, то есть и сутиться там, и подавать там во все инстанции, как положено по закону, чтобы заставить, в конце концов, чиновников, первое, повернуться лицом к людям, и второй момент, быть профессионалом в своем деле. Деревьям на проспекте тоже придется огорчиться. Вот этим пенькам у детского мира современный автополив уже не нужен. А тем деревьям, что выживут после ударной стройки, он тоже, по мнению чиновников, не понадобится. Решено поливать все растущее и цветущее на проспекте по старинке. Машинами, как говорится, спасибо, что не излеек. В целом же, все происходящее сегодня на проспекте участники рейда обозначили одним емким словом – хаос. Первая проблема, о чем говорили мне предприниматели здесь, то есть нет никого на площадке, людей, которые могли бы в постоянном режиме координировать эту работу. И просьба у людей простая очень, чтобы появился здесь какой-то строительный вагончик, как это на любой большой стройке делается, в котором сидит А – представитель подрядчика, Б – представитель администрации, которые быстро вместе могут в вопросах координироваться. А вопросы, которые здесь возникают, их просто гигантское количество, начиная с того, где вот эти вот зоны разделяются, как безопасность обеспечить людей. Второй вопрос, который здесь был, уже начали, одна служба делает одно и рвет тут же другое. Одни рвут, например, у других кабель, или те, кто делает кабель, подходят к трубе. Третий вопрос, который был, экскаватор работает крупной техникой, которая начинает повреждать здание. Вот там у человека выкопали фундамент, и поцарапали его, он говорит, вы куда же идете с бульдозером? Как же это делаете? Кто дал это задание? Вот сейчас мы наблюдаем, вот очередной раз, как бульдозер ездит мимо людей, это совершенно же ненормальная вещь, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому надо срочно разделить сейчас эти полосы. Там, где идет стройка, и там, где ходят люди, и там, где люди могут работать. Мне кажется, вы растерялись, когда вы начали уже все. Да нет, мы не растерялись, просто работают поезд. Все равно народ идет, вы понимаете, вы ничего не вопроса, задачу не решили, то вы закрыли. Люди все равно идут. Какую задачу решили? Просто создали огромные неудобства для людей, для бизнеса создали неудобства. Да, произошли накладки. С завтрашнего дня здесь будут находиться люди, которые могут подсказать. От заказчика и подрядчика. От заказчика и подрядчика. Мы побывали на проспекте через несколько дней. Из всего обещанного появился лишь паспорт объекта. Координаторам реконструкции места в этом сырборе не нашлось. Впрочем, главный архитектор города Виталий Желанов, чей офис находится на проспекте, в эпицентре событий, уверен, что все работы ведутся профессионально. И надеется, что рано или поздно увидит проспект вот таким, таким и даже таким, предлагая всем нам это просто пережить. Я считаю, что это лучше делать единовременно все. Иначе это будет просто дольше. Ну, это просто, ну, надо пережить, я считаю. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова